Дорогие друзья, здравствуйте! С вами футбольное обозрение и я Евгений Монархович. Сегодня мы в Жудино на стадионе Торпедо, где местный одноименный клуб в рамках тура чемпионата страны принимает нашу Славию Мозырь. 23 тур чемпионата страны по футболу привел нашу Славию Мозырь в Жудино. На местный стадион Торпедо, где хозяева поля команда Торпедо Белас, располагающая на четвертом месте в турнире таблицы перенесства, при 730 болельщиках, если верить протоколу, принимал нашу Славию Мозырь, занимающую 12 строчку в преддверии данной игры, проходившей воскресным вечером 13 сентября. По традиции, днем ранее встречались дублеры и наша молодая команда, к сожалению, уступила 0-4. Зато рады сообщить, что две наши юношеские дружины, 2002 года рождения под рукостом Сан Саныча Клименко и 2004 года рождения тренер Дмитрий Сергеевич Воробей, выиграли свои матчи в рамках республиканского перенесства, соответственно, со счетом 2-0 и 1-0. Что о нашей главной профессиональной команде, то она вышла на поле Жудинского стадиона Торпедо в следующем составе. Капитаны-голкиперы Михаил Барановский, Егор Потапов, Юрий Пантия, Францис Нарх, Егор Барсуков, Александр Котлеров, Владислав Жук, Андрей Чухлей, Игорь Тиманюк, Марка Стоянович и Денис Тетых. Хозяева поля сразу постарали взять инициативу в свои руки. И говоря о Торпедо Белас, как не вспомните главного тренера Юрия Иосифовича Пунтуса, который с 2014 по 2017 год возглавлял нашу славью Мозырь. И именно из-за его рук принял борозды правления главной футбольной команды столицы Полесья, нынешний главком Красно-Черных, Михаил Алексеевич Мартинович, постаравшийся построить игру своих подопечных таким образом, чтобы отлично укомплектованная Торпедо испытывала значительные трудности в реализации своего плана на игру. При этом важно было вести свою линию, и к удивлению местной публики, которая активно поддерживала автозаводцев, гости вышли вперед в этой встрече, и получилось это следующим образом. Атака с центра поля получила свое развитие острой передачи Евгения Барсукова в центр штрафной площади хозяев поля, а там Денис Тетых великолепно разобрался в ситуации. 1-0 в пользу слави Мозырь. Здесь следует отметить и Андрея Чухлея, который, попади к нему мяч, мог бы услышать свисток рефери вне игры. Но наш 20-й номер игрок опытный, и он, во-первых, дал возможность партнеру получить мяч и нанести разящий удар, а во-вторых, волей-неволей создал помехи голкиперу Торпедо Белас Алексею Козлову. Такое начало встречи значительно подняло настроение поклонникам полейской футбольной дружины, которая путем трансляции поддерживала свою команду, а кто-то, как травмированный защитник Виктор Мудрак, на трибуне наблюдал за действиями команды, желая той, конечно же, победы. Но того же победы и успеха только своей команды желали поклонники жодинской футбольной команды, которая, имея прекрасных исполнителей, все более нагнетала напряжение у ворот Михаила Барановского. Был даже забит гол в ворота слави Мозырь, но Юрий Габовда, украинский легионер автозаводцев, попал в положение вне игры, и гол, естественно, не был защиты. В те минуты наша команда имела возможность для увеличения своего преимущества, но малости не хватало слави Мозырь, порой, чтобы сделать счет 2-0 в свою пользу, а ведь в случае сие игра могла бы пойти по совсем другому сценарию. Не позволив мячу во второй раз попасть в свои ворота, хозяева поля все ближе подбирались к воротам соперника и после серии. При стрелочных, скажем так, атак, случился угловой удар, который отлично исполнил бразилец Филиппе Велозу, а уже его передачу замкнул головой Максим Бородачев, сравнявший счет в этой игре 1-1. Отмечая хорошую игру атакующей команды, заметим, что команда обороняющаяся не совсем четко сыграла в этом эпизоде, все же 21 номер жодинцев не должен был добраться до мяча по идее. Но, как бы то ни было, счет в матче сравнялся и большое значение приобретал следующий забитый гол, а в том, что он, гол случится, сомневаться не приходилось. Выйти вперед могла как одна, так и другая команда, но атакующим игрокам не хватало точности. На завершающей стадии атаки, хотя моменты для голевого удара, скажем об этом еще раз, возникали. Отложенное предупреждение на 25-й минуте за фулл против Андрея Клей получил Никита Николаевич. К счастью, наш 20-й номер с помощью медиков пришел в строй и продолжил этот матч, который радовал зрителей опасными моментами с захватывающими комбинациями, быстрыми атаками и отличной игрой, в частности нашего вратаря Михаила Барановского, отличающегося как реакцией, так и выбором позиций. Вот за это столкновение предупреждение получил Францис Нарх, хотя на повторе отлично видно, что если и было нарушение, то никак не со стороны нашего седьмого номера. Здесь в соприкосновении с соперником вступил Игорь Те Манюк, но желтая карточка была предъявлена Нарху, что на наш взгляд совершенно несправедливо. До конца тайма было немало моментов у ворот обеих команд. Казалось, первый тайм завершился ничью, особенно после того, как этот эпизод завершился безрезультатно для Торпедо Белас. Все в этой игре указывало на равенство, во всяком случае, по итогам первых 45 минут. Но настала 45-я минута матча и в начале розыгрыш штрафного удара. Со стороны нашей команды, который не увенчался голым, тогда казалось не беда за бьема в втором тайме. Однако быстрая, ответная атака торпедовцев после розыгрыша свободного удара. Атака, кажется, прерванная, но некая несогласованность наших защитников. Вкупе с отличной игрой Габриэля Рамоса до пени привели к передаче последнего наса отечественника, бразильца Филиппе Вилозу. И тот касанием остановил мяч, другим касанием мяч подработал и забил изумительный по своей красоте гол. Гол – шедевр. Вот только жаль, что он был забит в наши ворота. Счет стал 2-1 в пользу команды «Хозяев поля». Уже в добавленное к первому тайму время предупреждение получил Юрий Панте. Вскоре прозвучал свисток судей на перерыв, во время которого мы взяли интервью у хорошо знакомого полейским футбольным болельщикам голкипера. Сейчас Торпеда Белас, а в 2012 и в период с 2017 по 2019 года вратаря Славия Мозырь Родиона Семка. Воспользуюсь случаем, наверное, передам всем привет, кто меня помнит, не забыл, как говорится. И да, хотелось бы, понятно, сыграть более со Славией. В первой игре в Мозыре был на скамейке, сейчас вообще на трибуне. Ну, так решил тренер, что такая вот ситуация, пришлось вот в этой игре не попасть даже в заявку, вот не взяли мне. Ну, ничего страшного, посмотрим, что будет дальше. Надеемся, дальше у Родиона, талантливого вратаря и замечательного человека все будет хорошо. А что до первого тайма данного матча и, кстати, игрового перерыва, ему предшествовало то, какое мнение на сей вопрос у нашего собеседника. На пользу или нет пошел, так сейчас сказать нельзя по одному тайму. Это увидим за пару игр, когда вот проведем. Ну, я считаю, чуть сильнее, да, наверное, в исполнительском, в первую очередь, в мастерстве посильнее. Мозырь вроде неплохо начал, забили гол, но как-то вот они после этого гола что-то немного потерялись. То есть, понятно, мы играем дома, моментов у нас больше, но даже если не брать эти голы, один и второй, то еще сколько моментов было. Вот там где-то Миша выручил, где-то хоть и вне игры забили, не засчитали, там вот перекладина тоже вне игры была. То есть, моменты создавались, эти голы назревали, они не просто так пришли. На второй тайм обе команды вышли в первоначальных составах. И с первых минут, что Славя и Мозырь, что торпеда Белас, начали решать свои задачи. Гости стремились во что бы то ни стало и как можно скорее сравнять счет. А хозяева поля, естественно, не желая пропускать мяч в свои ворота, жаждали увеличить преимущество в счете, что значительно бы повысило шансы на итоговый успех подопечным Юрию Иосифовича Пунтуса. Первые четверть часа второго тайма, в отличие от стартовой половины игры, голов не принесли, зато начались первые замены. На 54-й минуте Александра Котлерово сменил Владислав Малькевич, вместе с Глебом Шевченко, проведшего незабываемый период в молодежной сборной команде, включивший в себя крупное поражение сборной Нидерландов и вояж в Португалию, когда был отменен матч из-за болезни трех наших игроков. К счастью, что Глеб, что Владислав вернулись в родной клуб здоровыми, а Малькевич из-за повреждений, сыгравшись голландцами и вовсе восстановившимся. Кстати, в этой встрече Глеб прибывал в запасе, а 44-й номер Слави Мозырь с фамилией Малькевич на спине был брошен в бой. И, как всегда, этот воспитанник молодичинского футбола был активен. На 58-й минуте вот за этот фулл желтую карточку получил Игорь Тиманюк. К счастью, штрафной удар не удался в полной мере команде хозяев поля, которая на 61-й минуте произвела двойную замену. Никиту Николаевича и Владимира Щерба сменили Кирилл Премудров и Михаил Афанасьев. А на следующей 62-й минуте торпедовцы забили свой третий гол. В результате очередной великолепной передачи Вилозу, неосмотрительности наших игроков, которые апеллировали к суде, вместо того, чтобы преследовать Дмитрия Антельевского, а тот использовал свой шанс. 3-1, что при таком ходе матча означало большие победные шансы торпеды Белаз, но ни в коем случае не означало сдачу Слави Мозырь, которая всеми силами старалась переломить ход матча. На 65-й минуте Никита Мельников вошел в игру вместо Марка Стояновича, а через три минуты вместо Юрия Панте Максим Слюсар был признан усилить атаку полезской команды, что получилось, но не сразу. На 72-й минуте даже наша команда пропустила еще один гол с своего ворота. Произошло это после штрафного удара, который был назначен за фол Владислава Жука. Точка, с которой исполнял удар Андрей Хачатурян, казалась не слишком опасной для прямого удара по воротам, но гол. Вначале показалось даже, что Дмитрий Яшин переправил мяч в ворота Михаила Барановского, но все же это был гол Хачатуряна, который отлично исполнил штрафной удар. 4-1, это уже была победа Жординская футбольная дружина. В честь Слави Мозырь она не опустила руки, и на 79-й минуте Никите Мельникову удалось сквитать один мяч. Перехват Андрея Чухлея, передача Евгения Барсукова на Дениса Тетаха и голевая, как выяснилась передача нашего 70-го номера на Никиту Мельникова, переигравшего всю оборону торпеды и забившего гол 4-2. Прекрасный гол, гол, какой должен забивать Никита не единожды, почаще, ведь, как видим, возможности для этого у Мельникова есть, осталось только их реализовывать. Сразу скажем, что этот гол стал последним в матче, который включал в себя замену Филиппе Вилозу на Никиту Копленко, предупреждение Владислава Жука на 84-й минуте, а еще через 2 минуты и Владислава Малькевича, как посчитал судья, за симуляцию наказали желтой карточкой. Под занавес встречи желтую карточку уже на Малькевича получил Андрей Хачатурян. Конечно же, все это время зрителей держала в напряжении игра, игра которой в целом удалась захватывающий футбольный матч. Получился. Вот только жалко, что в этом матче наша команда потерпела поражение. Но поражение сильной команды, в тренерском штабе которой работают такие легендарные, для отечественного футбола личности, как, например, Игорь Гуринович. В начале 80-х годов прошлого века один из лучших форвардов советского футбола. Теперь, как мы знаем, тренер. Ну, игра достаточно интересная получилась с обилием голов, голевых моментов. Ну, для нас она началась и складывалась достаточно сложно, как бы тяжело входили. В начале матча выглядело чуть-чуть посвежее, попросее. Ну, в итоге нам победа оказалась бы более нужной. И во втором тайме ребята намного прибавили. Надо отдать должное торпеды БелАЗ в команде, которая старается не просто побеждать, а побеждать красиво. Ну, это, наверное, на данный момент это такой, одна из черточек в игре торпеда. Делать не только красиво, но и эффективно. Таких нападающих, каким был Игорь Гуринович, в отечественном футболе сегодня нет. И на взгляд самого Игоря Николаевича, победителя молодежно-европейского первенства, серебряного призера молодежного чемпионата мира, обладателя золотой и бронзовой медалей чемпионата СССР в составе Минского «Динамо», что нужно новому поколению белорусских форвардов, чтобы блистать так, как это делал наш собеседник. Наверное, все-таки в мои времена конкуренция была повыше. Ну, все-таки это союзный чемпионат, он был достаточно сильным. Ну, ребятам пожелать, чтобы побольше работать. Ну, у нас тоже появляется хорошая нападающая Лисаковича, но хотелось бы побольше. Надеемся, что при должной работе в футбольном клубе «Славья Музырь» появится со временем форварды мирового уровня. У нас внимательно относятся к молодежи, стараются и бережно расти, дабы через несколько лет костяк профессиональной команды столицы Полесья составляли собственные воспитанники. Ну, к всему свое время пока же вернемся к матчу, прошедшему в Жодино 13 сентября, его пресс-конференции по окончанию встречи. Что касается игры, в принципе, план был не дать разбежаться хорошей атакующей команде «Торпедо», потому что знаем, что если команда ловит так определенный, скажем, кураж, то ее очень тяжело остановить. В принципе, в первом тайме это все и работало, повели в счете. Правда, со стандарта потом пропустили. Там надо разбираться, почему беспрепятственно Бардачев бил. Но, опять-таки же, в принципе, такая хорошая игра была в первом тайме с обеих сторон. Но гол в раздевалку, к сожалению, из-за нашей же ошибки, опять-таки же, гол в раздевалку, наверное, больше окрылил команду соперника, что она и показала во втором тайме. То есть видно было, что уже ведя в счете команда «Торпедо», начала достаточно часто создавать моменты, то есть игра отклеится, все начало получаться. Отсюда, в принципе, еще забитые голы. Ну, а дальше уже, в принципе, наверное, при счете 4-1, может быть, команда расслабилась соперника, но уже, может быть, с нашей стороны уже больше расслабление, что ли, скажем. В принципе, наверное, перехватили инициативу, забили гол. Но, опять-таки же, на этом все и закончилось. Заслуженный победой «Торпедо», конечно, поздравляю, хорошая очень команда. Вот, а так, я думаю, что игра тоже получилась хорошая с обеих сторон. Чувствовало, что в нашей команде не хватало в центре обороны Кирилла Павлючика и Виктора Мудрака, которые отсутствовали, вероятно, по причине травм. Да, травмы. Потеря, конечно, потеря. К сожалению, есть у нас определенные проблемы, именно задней линии. Когда не получается у нас надежно играть, те голы, которые мы пропускаем, наверное, очень легко. И самое, что обидно, где-то со своих ошибок просто. Поэтому, да, это огромная потеря для нас сегодня. Совсем другое настроение было у визави Михаила Алексеевича, главного тренера Жодинского «Торпедо БелАЗ» Юрия Иосифовича Пунтуса. Я, в общем-то, оттолкнусь от того, что немножко соскучились уже по соревнованию, по чемпионату. Вы помните, что сейчас это было, как бы переживали, болели задорно, но ясно тренировались. После игры на кубок, которую мы сыграли 30-го, это был заключительный официальный матч наш перед сегодняшним. И вот, все-таки, это 13-14 дней прошло. Выбрал я такой стиль подготовки, то есть мы не играли тренировочного матча. Вот, а все это время, как бы, уделяли тренировочному процессу, готовились к игре. Поэтому, как бы, ожидалась с нетерпением игра. Хотелось, конечно, победить то, что и удалось. Хотя пропустили быстрый гол, который был. Конечно, он родился благодаря тому, что соперник нас заставил ошибиться. Но ошибки были, в общем-то, детские. И мы начали очередной раз. В который раз мы так играем, что пропускаем этот быстрый гол. Как по доброте души, будем так говорить. Даем гонтикап какой-то команде. Вот, ну, благо, что еще в первом тайме отыгрались. Вот, игрой я доволен. Вот, опять же, недоволен только двумя пропущенными мячами. Особенно второй, который, может быть, уже не сильно там психологически влиял на что-то. Ну, гол, когда нападающий, при всем уважении к нему, в центре поля убегает от четырех игроков обороны и забивает гол. Ну, наверное, это не позволит. Вот. А так, а так, очень доволен настроем, доволен движением, доволен, что много голов забили, недоволен, что все-таки пропустили два. Очередной балл за волю к победе я это тоже уважаю для команды. Это дорогого стоит, когда команда не падает духом, а как бы так получилось, как и не обращала внимания, что пропустила. И нашла возможность такой матч проигрывая победить. Ну, все вот это я как бы и сказал ребятам перед тем, как идти на пресс-конференцию. Все так же Юрий Иосифович ставит во главу угла саму игру, которая всенепременно должна дать и результат. Нам очень важен результат, поэтому, конечно, очень хочется, чтобы результат. Эта формула, она сработает всегда. То есть, если есть игра, результат придет. Но учитывая, что мы много потеряли очков, а декларировали все-таки борьбу за еврозону, пока мы цепляемся за нее, сидим на колесе, как я бы сказал, по велогонке. Но в данной ситуации, конечно, очень важен результат. Ну, сегодня я считаю, что результат был добит через игру. Ну и как забыть про время, которое Юрий Иосифович провел в футбольном клубе «Славия Мозырь»? И вообще, интересно узнать мнение опытного специалиста, хорошо знакомого с полистским футболом. Что нужно Мозыре, чтобы вернуть в себя реноме одного из сильнейших белорусских футбольных центров? Будем так говорить, Мозырь какое-то время был таким. Вот, я думаю, что там и сегодня, насколько я знаю, немало делается в организационном плане. Но, конечно, сегодня очень важно, опять, вообще нашему белорусскому футболу, это подготовка кадров, то есть детско-юношеский футбол, вот, вкладывание денег, потому что, ну, без денег результат не бывает. Мы даже по сегодняшним моментам видим. Ну, а то, что, да, Веха очень помню, мне очень понравилась как город, так и обстановка футбольная в этом. Конечно, было чем гордиться, но самое пока у меня такое пятно в моей карьере, это то, что я под руководством меня, моя команда все-таки упала в первую лигу, для меня это такой очень, такой осадок. Вот, я анализировал эту ситуацию, ну, так получилось, наверное, я списал, так Богу было угодно. Не знаю, почему это случилось, но это случилось. Если мне вот в этот момент, в моей карьере очень немножко болезненно. Кроме этого матча, 23-й тур принес следующие результаты. Сразу скажем, что матч «Энергетик» Бугуус-Луцк состоится 30 сентября, а из прошедших игр «Минск-Городея» 3-0, «Брухнеман» 2-3, «Бате» Смолевичи 5-2, «Шахтер-Витевск» 5-0, «Динамо-Минск-Динамо-Брест» 2-4, «Белшина-Бобруйск-Ислач-Минск-Район» 2-3. Как видно из турнира на таблице, вверху двоевластия, Солигорского «Шахтера» и Борисовского «Бате». На третьем месте Грудинский «Неман», которого преследуют Жодзинская, Торпед Белац и Ислач. Наша Славия Мозрь занимает 12-ю строчку турнира на таблице перенства, имея на своем счету по 6 побед и ничьих, к сожалению, 9 поражений, баланс забитых пропущенных мячей 29-41 и 24 результативных баллов. Следующий 24-й тур стартует на этой неделе. 18 сентября в пятницу Смолевичи, Рух, Неман-Минск. 19 сентября в субботу Витебск, Белшина, Динамо Брест, Энергетик, БГУ, Городея, Торпед Белаз. 20 сентября в воскресенье Слуцк, Баты, Ислач, Динамо Минск и, наконец, в Мозыре. На стадионе «Юность» наша команда футбольного клуба «Славия Мозырь» принимает к Солигорске «Шахтер». Встреча с лидером чемпионата страны начнется в 17.00. Дублеры играют днем ранее в Козинках на стадионе «Полесье». Их матч начинается в 2 часа дня. Ну что ж, дорогие друзья, к сожалению, на этот раз поражение. Следующий матч может быть даже еще более серьезное испытание с Олигорским «Шахтером». Но мы играем дома, на стадионе «Юность». И с вашей помощью, дорогие поклонники и болельщики Славия Мозырь, мы обязательно победим. Переходите на футбол, переживайте за нашу команду. А на сегодня это все. С вами был Футбольное обозрение. Евгений Монархович и Вячеслав Приписнов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова